Добрый день, меня зовут Ая Балтабек, я иммиграционный юрист в Соединенных Штатах Америки. Когда конкретно вы сможете беспрепятственно выехать из США и заехать обратно, если вы приехали в США в неиммиграционном статусе и решили здесь остаться? Если вас интересует тема иммиграции в США, обязательно подписывайтесь на данный канал, ставьте лайки всем моим видео. Если вы приехали в студенческом статусе, имеет большое значение, продолжаете ли вы учебу? Бывали случаи на практике, когда ребята мне говорили, что я приехал студентом, я был студентом, а в действительности же тот факт, что вы заехали в студенческом статусе, но при этом ни разу не пошли вместо вашего обучения, то есть в то учебное заведение, через которое вы получили I-20 и впоследствии получили студенческую визу, если вы не учились ни дня, значит вы практически не были в легальном статусе. Вам сразу ваш статус терминировали и на сегодняшний день вы накапливаете нелегальные дни. По студенческой визе, если вам ее дали на продолжительный период времени и вы поддерживали свой I-20, у вас есть возможность путешествовать. Единственное, вы тоже должны понимать, что вдруг, если ваши намерения поменялись, и вы решили остаться на территории США, или более того, возможно, вы нарушили условия вашего нахождения на территории США и работали где-то без права на работу, тогда есть вероятность, что при повторном въезде офицер может это заподозрить, задать некомфортные вопросы, вы можете почувствовать себя неприятно, ответить каким-то не таким способом, на который офицер рассчитывает, и вас тоже могут не запустить, даже несмотря на то, что у вас есть студенческая виза. У вас возникает право на путешествие, то есть для въезда в США, только в случае получения трех видов документов. Первый документ – это виза. Виза – это то, что мы чаще всего получаем. Второй вид документа – это advance parole. Advance parole можно получить, если вы находитесь на территории США, и у вас есть основания для прошения данного advance parole. Чаще всего advance parole люди получают, когда подают заявление на изменение вашего текущего статуса на грин карту. То есть в том случае, если, к примеру, у вас есть основания, вы подаете на EB1, EB2, либо у вас EB3 на определенном этапе, и вы в этот момент находитесь на территории США, тогда вы сможете попросить грин карту при определенных условиях, и параллельно с заявлением на грин карту вы будете просить advance parole, документ на путешествие, и документы на разрешение на работу. И третий вид документов – это travel passport. Люди часто путают travel passport и advance parole. Это два разных документа. Travel passport выдаются только тем ребятам, которые подались на политическое убежище, и им данное заявление одобрили. То есть они рассказали свою историю, представили свои доказательства, их выслушали, то есть им уже повезло, их вызвали либо на интервью, либо в суд. И уже после этого они получают решение о том, что данный статус для них одобрен, и после этого можно просить travel passport. Travel passport – это такой прям документ, который выглядит как бы как паспорт, но немножко проще. Travel passport выдается всего на год, и по travel passport можно даже ездить в определенный список стран, в которые с нашими паспортами нам нужны визы. Но вот с travel passport вам виза не нужна будет. В целом же я вам рекомендую, прежде чем приезжать в США, оценить для себя, сколько конкретно времени вам придется находиться на территории США, прежде чем у вас появится возможность для путешествия. Это, конечно, не означает, что вам здесь находиться безвыездно. Но если вы приезжаете по визе, вы понимаете, что примерно через два года у вас, скорее всего, уже появится возможность для путешествий. Всем, кто не подписан на мой телеграм-канал, вам обязательно нужно пройти по ссылке под данным видео, перейти на телеграм-канал и подписаться, для того, чтобы быть в курсе всех последних иммиграционных новостей и спланировать вашу иммиграцию наиболее быстрым и оптимальным способом.